Приветствую всех на своем канале! Сегодня хочу рассказать вам, как я заготавливаю малину на зиму. Эту ягоду я ни в коем случае не варю, делаю свежую с сахаром, чтобы сохранить все ее полезные свойства. Для заготовки в первую очередь я перебиваю ягоды малины погружным блендером, превращая все в однородную массу. И теперь у меня несколько вариантов. Можно вот так в перебитую блендером малину добавить сахар, не отделяя от семян. Сахар я добавляю в пропорции как минимум 1 к 1, а максимум 1 к 1,5. На одну часть веса малины добавляю 1 или 1,5 части веса сахара. Обращаю ваше внимание, что частями мы берем вес, а не объем. И теперь, чтобы малина или другая ягода, клубника, ежевика, которую также закрываю, точно хорошо стояла и не забродила, я добавляю в это сырое варенье ацетилсалициловую кислоту, то есть аспирин, в качестве консерванта. В расчете 1 таблетка на 1 литр варенья с пропорцией 1 к 1,5 и 1 таблетка на 700 баночку варенья сырого с пропорцией 1 к 1. Это позволяет на 100% сохранить сырое варенье, чтобы оно не забродило, а также дает возможность положить меньше сахара. Но можно, прежде чем ложить сахар, перетереть ягоду через сито. Из косточек малины можно сварить компот, я их убираю в морозилку и потом добавляю в компот. А перетертое пюре можно или сразу с сахаром соединить, или оставить вот так, отстояться в холодильнике, и у вас тогда получится и сироп из малины, и желе. Сахар добавляем в той же пропорции, 1 к 1 или 1 к 1,5, и также в соответствии добавляем аспирин. Желе или сироп я обычно использую для муссовых тортов, в крем или в десерты. Постояв в холодильнике, желе из малины делается намного гуще, чем сейчас, только что сделанное. В общем, как всегда, если вам понравились мои идеи по сохранению малины на зиму, ставьте лайки этому рецепту, оставляйте комментарии под видео, делитесь моим рецептом в своих социальных сетях. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, где я обещаю вам много интересных рецептов. Пока-пока!